Друзья, вот лизер, это я люблю. Лизер весна, обещанный сингл в сети. Это второй сингл от Арсена. В этом году, неоднократно переносившийся из-за накаленных событий в мире, наконец-то дождался своего времени. Весна, это утопичный и в то же время окрыленный от прихода весны трек. Нормально. Выполненный в лучших традициях лизера. Простой и душевный, наполненный личными переживаниями и внутренними эмоциональными качелями. Ну, супер, супер, давайте. Лайзера с удовольствием послушаем. Всем привет, какие новости на повестке дня? Да никакие, вот слушаем лизера. Еще и муд видео, вот видите, блядь, Арсен в 4К снял. Ace of Rock'e в 1080, Арсен в 4К. Задумайтесь, друзья мои, надо силой отечественного продакшена. Этот флоу бьет, как кунг-фу. Я в грязи, но мысля высокая. Да, я знаю, мам, и в говне по локоть, но я не стану подбирать, что уже лежит на полу. Взрослый, но глуп, но в то же... По всему уважению к Арсену, я понимаю, в говне по колено. А в говне по локоть это... Чтобы быть в говне по локоть, надо, наверное, руки в говно засунуть. Ну, если я правильно понял. А, ну если стоять, наверное, ну высоковато, да, говно. Я не слышал ни разу выражения в говне по локоть, ладно. Ну, только реально, я слышал в говне по локоть, когда ты руку в говно засовываешь. Это вот, типа, ну, без какого-то желания подъебать, так сказать, к Арсену отношусь теплейше, но... Чуваки. Я бы наблюдал за весной, пока лёд И вырвет эти корни, унесёт их рекой. Во мне живёт зима и больше ничего, Не нужно ничего, я занят собой. Я бы наблюдал за весной, пока лёд И вырвет эти корни, унесёт их рекой. Во мне живёт зима и больше ничего, не нужно... Я не понимаю, почему клэпы в муд-видео не засинхронены с клэпами в треке. Ну, типа, смотрите. Лёд, и вырвет эти корни, унесёт их рекой. Во мне живёт зима и больше... Ну, то есть, они засинхронены, но по какой-то неправильной логике. То есть, типа, там же есть одна такая доля секунды на то, чтобы звук долетел. Да, и здесь, как бы, ну, человек, как только хлопает, сразу клэп раздаётся. Из-за этого такой диссонанс возникает. Во все лап. Салют. Больше ничего, не нужно ничего, я занят собой. Ну, симпатичный трек. Или это, типа, трек-то в два раза... А, трек в два раза больше при этом, да? Я понял. Ну что, давайте трек послушаем. Этот флоу бьёт, как кунг-фу. Я в грязи, но мысля высокая. Ну, тоже не очень... Ну, довольно странно, потому что логика муд-видео, чтобы люди... Ну, то есть... Это же не просто ознакомиться с треком, да? Загадочно. Загадочно. Кстати, без видео лучше слушается песня, если честно, потому что там какой-то, ну, типа, вот этот Champagne Dog Salute, какой-то качающийся вот этот сумбур из-за этого отвлекает, как будто от трека. Вот без видео слушается лучше, на мой взгляд. Это читать мимо бета, быть дной это не просто играть. В куче золота, я в поисках серебра. Я бы наблюдал за весной, пока лёд, И выбит эти корни, и всё от их рекой. По мне живёт зима, и больше ничего. Мне нужно ничего, я занят собой. Поцелуй меня в губы весна, сделай так. Чтоб холока покидали мой дом. Это мой океан и моя глубина. Чтоб остановилась на месте во льдах. Я не хочу быть здесь, у меня другой вальф. Они хотят блестеть, я же готов сиять. Я дорогой алмаз, я не боюсь терять. Брось меня в грязь, приходи же весна. Я бы наблюдал за весной, пока лёд, И выбит эти корни, и всё от их рекой. По мне живёт зима, и больше ничего. Мне нужно ничего, я занят собой. Я бы наблюдал за весной, пока лёд, И выбит эти корни, и всё от их рекой. Во мне живёт зима, и больше ничего. Не нужно ничего, я занят собой. Ну не знаю, типа, при всём уважении к Арсену, Я не могу сказать, что меня этот трек зацепил. Я не буду говорить, что он плохой. Но здесь есть такой момент, что Лизеру, мне кажется, Отлично, отлично давались депрессивные песни. Вот честно. Я считаю, что его депрессивная музыка была очень хороша. А здесь проблема в том, что, казалось бы, Это примерно тот же самый разворот, Ну такой, примерно тот же по звучанию, Но в позитивное русло. Здесь есть проблема. Либо ты ударяешься в такой low-fi а-ля tentation, Такой вот более душевный, простенький, То это работает. Либо ты вытягиваешь вот это вот поп-звучание, Делаешь его супер-качественным. Всё делаешь вообще без сучка, без задоринки. Вот супер-коммерческое, как Бруно Марс, например. И вот здесь это какое-то среднее. То есть он такой, звучание трючка достаточно такое, Как бы, не то, что непрофессиональное, Но есть в нём шероховатости. Но при этом, как будто бы он ни в одну, ни в другую сторону. То есть он и не супер-качественный вылезанный попсов, И не супер-лоу-файн. Из-за этого вот, ну, я не знаю, У меня песня, я не могу сказать, что она плохая, Потому что и по содержанию я понимаю, Что здесь всё нормально, душевно. Человек ждёт весны с кайфом, супер. Но меня вот такое абсолютно не цепляет. Реально, как бы, возможно, это не моя тематика абсолютно. Но, да, трючок пару раз летом погулять, Пока солнце светит. Это факт. Но я думаю, что он, как бы, своя аудитория у этого есть. Я не буду говорить, что это плохая музыка. Но это абсолютно точно не то, что я бы стал слушать. Просто потому, что я не такой человек. Я люблю, когда всё ху-ё-ва. Вот тогда я себя чувствую хорошо. Когда ты слушаешь музыку про людей, которым ужасно, И ты понимаешь, что у тебя у самого всё не так уж и плохо. Мне это пиздец настроение поднимает. А вот это меня скорее угнетает. Потому что Арсен Лизер так кайфует от весны. Вот. В отличие от меня. Хотя мне, в принципе, тоже приятно. Так.